Эй, эй, пристаньте, пристаньте! Да вы чего? Правильно, Элиза, нужно наводить здесь порядок. Всё? Успокойтесь, товарищи. Сегодня реально было два вызова, как про котят, не поверите, но это было актуально сегодня. На один вызов мы приехали, где котят послали. Что? Так, можно не стрелять в мой потолок? Можно не стрелять на меня в потолок? И убивать в моей квартире тоже никого не надо! Эд, по-моему, вам кажется. Обновите, ребята, должен подняться, должен подняться стрём. А можно личный вопрос? Да. А что вы ответили про кувшин в вопросе про психолога? Блин, я так к психологу и не сходил. Что я ответил про кувшин в вопросе психолога? Ну, я сказал, что я обойду этот кувшин стороной. Я не хочу говорить об этом. Вам приезжал какой-то в участок психолог? Да, сегодня... Очень хорошая девушка. Сегодня приезжал психолог в участок и всем задавали какие-то дурацкие вопросы. Типа, что вы будете делать, если вы увидите кувшин, если вы будете в тумане, если вы увидите одинокий дом в лесу и там горит свет? Нет. А вы тоже сказали, что этот дом сожжете? Ээээ... Вы не очень, доктор Пол. Она к вам придет и вас будет обследовать. А я... Слушайте, а она проверяет только работников полиции или любой может к ней? Я тоже хочу пройти тесты, это кажется очень увлекательно. Офицер ПД, я вам объясню, почему она относится ко мне. Потому что она хотела занять мой кабинет в моей больнице. Вы понимаете об этом? Да, ладно. Она говорит, я хочу... Да! Она пришла! Значит, такая, я хочу... Она такая пришла и такая говорит вам, типа, эй, слышь, Чика. Нет, 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 нет. Ее привел в ФБР и сказала, что нужно приютить. Господи, да, да. Это боль вообще. Я говорю, что? Она хочет здесь. Вот там есть стулья. Помните офицер ПД, где вы садились на стул? Помните? Ты знаешь? Кабинет. Вот там. Пускай она бы сидела. О, хрена, мой кабинет совсем охренел. Ну, конечно. Пол, это еще что? Пол. Они сегодня приезжают ко мне в участок и говорят, ну, кто у вас здесь старше? Я. И заходят всей своей толпой ФБРС. Ну, сейчас у вас, типа, психолог из Министерства юстиции будет, как сказать, всех опрашивать. Я говорю, да без проблем, говорю, выберите в кабинет капитана. Я говорю, и тут, ну, ФБРС идут с ней в кабинет. Я говорю, а что вы, типа, с ней-то идете, вы будете вместе с ней что опрашивать? Они говорят, ну, будем ее охранять. От полиции? От полиции охранять? Ну, да. В итоге, короче, я говорю, с ней все будет в порядке. И мне такой главный ФБРС говорит, ты обещаешь. Ну, я им помещал. Знаете, мне кажется, нужно охранять. У вас всех такие веселые истории. Вы знаете, я сегодня тоже познакомилась с ними. Я просто стояла возле клуба, приехали ФБРовцы, забрали меня к себе в офис. Шесть человек. И сообщили, что мы его друга убили. Нет. Были две женщины. Так что у меня не так все весело, как у вас сегодня с ними было. Понимаю. Знаете, ФЧан, ты знаешь, что у друга? Э? Кто? Ты знал, ты знал Робби, ФЧан? Ну, да, знались мы. Я знал, знал Робби. Хорошо вы знакомы были, ФЧан? Они просто хорошие знакомы. Если ты поинтересовался у меня хоть раз сегодня, как дела, то ты бы знал еще утром, что Робби мертв. Прости, пожалуйста. Робби мертв? А что с Робби случилось? Ну, умер. Ну, умер. Ну, ты знаешь, как-то всему. Как-то я понял, что они... А он что? Он угрожал государственной безопасности. Господи, простите, что я испортила вам Петерику. Я как-то вижу, что у меня. Калинда, успокойся. Блин, Калинда, это... Калинда, ты не можешь с партнерами разговоров кого-то застрелили. Вы знаете, у нас есть история. Держите, пусть. Ну, ну, ну. Все в порядке. Ну, как в порядке? Такое может произойти. Ничего страшного. Не нужно себя винить в этом. Подождите, подождите. Куда вы? Ой. Да что ж тут скользко так. У вас Калинда зовут, да? У вас сапоги красивые. Спасибо. Меня зовут Калинда. Калинда. Мне очень жаль, что так произошло с вашим другом. Это... Это очень печально. Но, вы знаете... Ведь... Ниточки судьбы, они иногда сплетаются таким образом, что мы не знаем, что бы произошло, если бы события сложились иначе могло произойти что-то еще более страшное. И, может быть, та жертва, которую пришлось ему понести, в итоге спасла многих других людей. Да, срать я хотела на этих других людей. Я хотела, чтобы он был рядом. Вы были очень близки? Да нет, на самом деле не очень. В таком случае вы переживаете, наверное, из-за каждого человека, с которым знакомы? Ну... Просто... Ну, просто это стресс, и... Да, нормально, я буду в порядке. Просто иногда вырываются эмоции. Свои не понимаете. Мы... Да, это мой друг был, и... Нам было хорошо вместе, но... Я смогу жить дальше. Возможно, эта работа психотерапевта уже проявляет себя, что я намного сдержаннее себя веду. Калинда, а вы верите в переселение душ? Нет. Возможно, это бы вас утешило, возможность встретить своего друга в другом обличии. У меня были сегодня такие мысли, когда ко мне подошел частный детектив. Боже, меня сегодня весь день всегда опрашивают по поводу Робби. Мне показалось, что... Как будто бы... Как будто дух Робби летал рядом. Я не знаю, как это объяснить, но... Я все равно ничего не сказала этому ублюдку. Ну вот, вот, вы чувствуете. Я думаю, что вы еще не раз с подобным чувством столкнетесь. Я думаю, что ваш друг вас не оставит, и в другом виде вы еще обязательно с ним встретитесь. Не отчаивайтесь. А как вас зовут? Мелисса. Меня зовут Мелисса Бейли. Мелисса, у вас такая кофта красивая. Ой, правда, и сапоги, и кофта. Спасибо. А мне ваши сережки очень нравятся. Прям даже себе бы тоже такие хотела, но, к сожалению, не могу свой размер найти. А кофта у вас прям, знаете, не оторваться. Спасибо, спасибо. А я бы хотела себе такие сережки, как у вас, но я не могу... Уши... Ну, знаете, они довольно тяжелые, начинают уши болеть. Ну, может быть, стоит как-то, не знаю, размять ваши уши? Это мысль. Это мысль. Это мысль. Если каждый день я буду разминать уши понемножку, то со временем они должны стать выносливее или сильнее, я не знаю. Ну, как думаете, работает это как с мышцами? Нет, мне кажется... Вы знаете, мне кажется, что каждый день разминать уши самостоятельно у вас... Возможно, встанут руки, может быть, вам нужна будет помощь. А вы знаете человека, который умеет хорошо разминать уши? Конечно, он перед вами. О, правда? Я, в принципе, много что умею разминать, если вы понимаете, о чем я. Прекрасно. Слушайте, а я могу записать ваш номерок? Потому что хороший массажист, нынче на вес золота. Ну, я не то чтобы массажист, но записывайте, конечно. Угу. Сто сорок один. Сто сорок один. Ноль три три девять. Ноль три три девять. Калинда. 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 А по гороскопу вы кто? По гороскопу я Овин. Овин. Я записываю, чтобы при случае, может быть, сделать небольшой гороскоп. А вы видите, вот. Это будет очень интересно. Давайте я тоже пишу, когда ваш номер. Я, пожалуй, пил виски со льдом. Записывайте. Секундочку, Фанчан, секундочку. Хороший у вас ковер, мадам. 523. Джош, здравствуйте. Дефис. Здравствуйте, доктор Сильва. 78. 21. Пойдемте поближе. Туда. Мелисса. Простите, я вас оставлю. Я говорю с Фанчаном. Не унывайте, пожалуйста. Да, Фанчан. Хочешь, отойдем. И детей. Спасибо. Спасибо, Ракун. Спасибо. Спасибо, Ракун. Спасибо, Ракун. Будь хорошей девочкой. Отношения двух девочек неестественны. Да ладно тебе, Ракун, перестань. Это же понарошку. Да, Фанчан. Я щупал вот тот сладко-голесый, сладко-мордасный, вот этот вот, который идет. Ну, в смысле, щупал. Ну, как? Это же, ну, понарошку. Ну, как бы досматривал. В шуточку. Ну, в шутку. В шуточку досматривал. Ну, он же как бы полицейский, а я вроде как задержанная, понимаешь. Ну. У вас что там, ролевые игры стали были? Да это в шутку. Все, Фанчан. Фанчан. Ну, молодые так развлекать. Все нормально. Все хорошо. То есть я старый? Нет, нет, Фанчан. Что ты? Я не называла тебя старым. Нет. Ну, ладно. Если ты не против, блядь, то окей. Все в порядке. Не переживай. А то смотри, они тебя там всем полицейским участком начнут еще щупать по народу. Нет, что ли? Нет, конечно. Конечно. Не переживай, Фанчан. Пойдем, пойдем. Все, все отлично. Мне помогли. Красавочка лежит такой красавчик. Бёртв? Нет, не стоит на него, пожалуйста. А цилиндр он вообще жмет? Нет? Вы? Может и правда мне стоило как-то более празднично одеться? У вас такой путь? Официальный вид. Да, нормальный вид. Да вы не обращать внимания, он просто из Канады. Там так принято, да? Да. Это лучше, чем шлем. Да, да. Давайте кого-нибудь попросим. Фанчан, ты можешь нас сфотографировать? Можем вот на фоне вида на город? Конечно, могу. Я умею. Я чувствую себя героиней женского романа 18 или 19 века. Ну, что ж, приступим. Фанчан, помнишь, как я тебя учила? Да, вот там. Ага. Там нарисован фотоаппаратик, запусти его. Ага. Так, и щелкнуть. Восемнадцатый век. Почему я вижу это в свое лицо там? Там есть фотоаппаратик со стрелочками. Значит, такой фотоаппаратик, стрелочка в одну, в другую сторону. Получилось? Фанчан, не так, не так. Включил видеозапись, Фанчан. Теперь я с Ковальски. Это видеозапись, Фанчан. Привет, мам. Давай передай привет. Сюда нажми, сюда нажми. Давай, Фанчан, научишься делать фотки, я тебе помогу зарегистрировать аккаунт в инстаграме. Давай. О, теперь мы еще знали. Ну что, я тебя очень плохо слышу, здесь такая была. Оп, не поймаешь. Оп, не поймаешь. Оп, не поймаешь. Улыбнитесь. Улыбнитесь. Фанчан, дай я нажму. Улыбнулся. Ты там, очевидно. Фанчан, вы разобрались со фотоаппаратом? Я сержант. Да он видеозапись включил и снимает вас. Вернее, тебя. Да господи, Фанчан, да кнопку нажми ты ради бога ту. Вот, видишь, там нарисовано в левом нижнем углу видео. Вот нажми на него. Это будет камера снизить. Телефон Фанчан, сейчас эти сделают все. Да вы ничего не понимаете, так круто. Ну, Фанчан уже нужно научиться. В Китае родился, в Китае вырос, все равно не знаю, как работать на китайском смартфон. Это корня какая-то американская. Вот, давай, вставай. Это таймлабс. Это таймлабс. Это таймлабс. Это вот так вот голос. Вот так вот. Вот так прям очень странно, знаете. Да, это очень странно. Так, а нас, нас фотографировали или нет? Нормально, Пау. Простите. Ну, кажется, нам уже сделали фото, да? Вот нас, нас, меня и мистера в цилиндре. Возьмите, пожалуйста, мистера в цилиндре. Меня зовут Бёрд. 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 Очень приятный Бёрд. Джош Валентайн. Спасибо, Пау. И его так нормально. А давайте поиграем в игру, которая сближает всех. Умм. Возьмите, пожалуйста, у меня. Ну, вы будете летать на решение. И вам Бёрд, спасибо. Ребята, я предлагаю поиграть в игру, которая сближает всех людей. Она называется Правда или Тайзер? Так. Соберите желающих, я бы попробовала. О, ещё один господин в цилиндре, здравствуйте. Здравствуйте, я бы сказал, что я первоочерёдный господин в цилиндре. Ну, тут бы я поспорил, конечно. По моей наводке, мистер Андерсон, нет, нет. А можно, можно мы ещё раз сфотографируемся? Только теперь вы станете по бокам, а я как бы в центре. Можно, можно, пожалуйста. Давайте, давайте сделаем фото. Вы любите быть между двух цилиндров? Обожаю просто, да. Я даже загадаю желание. Вот тут, давайте вот тут вот так встанем. Оп, оп, оп. Так, я в центре. Пожалуйста, кто-нибудь сфотографируйте нас, что все разбежались. Да ладно, вы шутите. Кто-нибудь? Подождите. Нет, я ещё не шутил. Не уходите, пожалуйста, я сейчас вернусь. Вы шутили, мистер. Кто-нибудь, пожалуйста, сфотографируйте ещё разочек. Там просто их двое в цилиндрах. Пожалуйста. Можно, пожалуйста, фото ещё одно. Всё, всё готово. В нашем горе. Только это, свои цилиндры-то не это. Пожалуйста, да, фотографируйте, чтобы цилиндры был в кадре. Пожалуйста. Да, вот. Великолепно. А то часто обрезают их. О-о-о-о. Так. Чудесно. Улыбаемся. 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 Хомси-комси. Хомси-комси. Пиде, не дергай телефоном. Акусер-меланже-бажур-абордаж. Джентльмены, спасибо вам. Да, не зашли. Великолепно. Мы буквально ничего не делали. Всё, готово? Я отправлю по СМСК. Спасибо. СМСК, интернету. Мистер Андерсон, как вам титул джентльмена? Ну... Знаете ли, его не сложно, как оказывается, получить. Сейчас, секунду. Кристиан Токс. А что насчет игры? Кто-то хочет играть. Да, я сейчас буду забирать людей. Хорошо, давай. Пуфель. Детельмены. Приходилось стоять часами. Помогу я вас перебить на секунду? Но сегодня мы засветимся, оставим след в истории в инстаграмме. Кто-то что-то мне написал, но не знаю, что. Скорее всего. Да, педал. У вас есть рация? Да, а то я её встала. Пока здесь такого шума нет, я сейчас отдельно ко всем подойду. Есть отличная французская игра, которая сближает людей. Знаете, есть такая игра, которая в других странах. Это «Правда или действие». Которую Наполеон играл? Нет, немножко другую игру. Вот есть игра «Правда или действие», но у нас во Франции есть игра «Правда или Тайзер». То есть тебе ждет вопрос, и ты должен сказать правду или выбрать Тайзер вместо правды. Так. Что Тайзера, да, что то есть Таиланда. Ну да, только он без, так скажем, он пластиковый и бьёт током. Да. Ну не очень больно, как я поняла. Это не очень больно. Как мой телефон прям. Если согласитесь, то минут через пять собирайтесь вон там вон. Да, я согласен. Я тоже. Хочан, вы как? А какого рода вопросы задают, вы не знаете? Уже вы не объясните суть игры. Нельзя. Там задают вопрос, и если вы отказываетесь на него ответить, то вас бьют электричеством. Так. А в стиле «дают», в смысле «наносят удар»? могу наглядно показать нет потому что он понимает на меня и на мне не надо пиде на мне не надо я понимаю что такое ты понимаешь а твой коллега не понимает я понимаю нужно со стороны задавайте голосование сделаем не то за то чтобы проверить стойте с милиса стойте милиса смотрите что в сверху нельзя курить хоть и духовка большая где на потолке пахнет 3 3 за один вроде и смотреть ой и боже странных лажа помощи ну как не больно судмедэксперт нормально просто пару сокращений ноги не слушаются хорошо неплохо мы будем сидеть поэтому это очень страшно отвечать нужно обязательно правду да только правду ничего кроме правды тогда нужно еще детектор лжи подключать мистер андерсон нет я думаю после одного удара током никто не скажет говорить мне спине правду я понял пойду еще других людей спрошу так а вы получаются отказались отвечать на вопрос сейчас да я правильно понял нет это было просто демонстрация а мы собираемся играть в очень затейливую игру авансом и как называется тип того я уже не помню как он здесь балкон здесь нужно дождь остальные можно выйти на балкон как-нибудь я боюсь здесь не открываются окна слишком высоко вылечь чёрт защита от детских самоубийств да да на верхних этажах невозможно открыть окна ты и едем я прыгаю в окно и да это было бы смешно и если бы я прыгал в дверь а вы в окно вы выстрелы для а вы разу же видите у нас обсерваторию о обсерваторе учить английский не знаете что это мячорья мячо я вам говорю я видел такую же мячо там были а что там и виктория софии секрет вектория секрет я слышал о ней да вот такая же мечеть да только это одна и там две должно быть нужно когда-нибудь подняться туда это не очень далеко да давайте вместе съездим туда и поднимем как нибудь съездим я думаю оттуда очень красивый вид на город нет я понимаете я смотрю туда вижу половину викторию секрет поворачиваюсь вот так вот и вижу викторию секрет потом обратно половина галантный очень изысканно доктор он еще не начал не отвечать на вопросы очень понимаю как игра протекает потому что а кто задает вопросы по очереди как-то по часовой стрелке или может быть есть ведущий когда надо сесть всем давайте все сядем сначала и ручит тоже на какой стульев можно сесть но у нас он я думаю ли я упал вы ребят по очереди падает стрим то там то здесь обновите он как вашим подбородоком мистера дарсон у меня нету второго подбородка эта шутка была абсолютно неуместна я его вижу вот он ну знаешь в канаде всяко будет может и мать нет нет это мой лечащий врач после того как ты швырнул такосом мне по лицу попробуйте опять все нормально мышь блин сейчас будет вопросы задавать дать что ничего не но как бы заметно да понятно понятно но мы то причем здесь мы абсолютно причем не вместе берт так я должна сказать одну вещь я не могу молчать это связано с такого так что это вы знаете с чем это было таком да все в порядке вы я тоже так думаю нам вероятно нужно сесть так чтобы все хорошо друг друга слышали да но просто чтобы уехать партнером вы коммунист сэр скажите честно и прямо сейчас все уже слились воедино вы можете быть коммунистом а вы слились воедино нет нет берт я что не знаю вас вот господин то есть берт слился воедино а м после даром не о чем они там говорят ничего что не слышно можно вообще то не говорить про атака и что и что понимаете такая психологическая атака 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 натаку хорошо мы можем сменить тему что там за игра была что там за игра была насчет коммунизма сэр коммунист или тейзер насчет коммунизма не монизм прекрасен за исключением за исключением одного момента он невозможно так а вы бываете на собраниях я не стою в партии я уже об этом может только начинайте путь комсомол как же он хорош как же он пожалуйста бога ради извините я ничего такого не мази господь а сыр мне кажется поливы коммунисты да нет я же британец вы помните в тайскую речи черчилля не могут коммунистами что ну да как бы винстон черчилль премьер-министр помочь таков но он жил давно и умер давно он мой кумир давно британии не совсем давно не всегда давно давно не зависит от того уже поколение сменилось парочку когда мы будем играть в игру правда ли тайзер ну да как все соберутся должен отъехать у нас вы что записываете там смотрю апартаменты возможно как какой-нибудь из дней я приобрету себе похоже опись имущества да нет просто план квартиры возможно что-то наподобие не сделаю себе уже перед вами не надо читать что написано нет не надо читать что там написано лучше док посмотрите на эту прекрасную картину у хозяйки явно есть вкус мне кажется надо от пыли и очистить вот по краям особенно в середине я понял это квадрат малевича просто в пыли или вот не похожа не похож на квадрат доктор доктор а давайте доктор остановитесь остановитесь пожалуйста дело в том что квадрат малевича он черный и квадратный тут явно нету квадрата на этом квадрате я вижу белый налет я думаю это можно использовать как тест рор шаха в принципе доктор силам и что возьмем себя спада оружие не да будет играть в игру правда ли тайзер присаживайтесь пожалуйста помогает выявить я могу психопата вот сверху я вижу коммунистов которые пробираются к нам в капиталистический мир и меняют устой а простите это вот это черешня или цветы что это не разобрать крыжовник терп или сирень склад это вязались вязались если честно а я вижу сито или зазови всех играть в правда или тайзер что мы никак не соберемся в чем создавать и правда или тайзер это будет здорово начнем по кругу слева направо люди по очереди будут сдавать выбранному им человеку вопрос одному человеку задать вопрос дважды нельзя и соответственно если человек хочет сказать правду он говорит правду если он не хочет говорить правду то он выбирает тайзер и я стреляю в него тайзером так мы узнаем что сказал правду а почему вы всегда а если мы я хочу задать вопрос по но если вы хотите задать вопрос мне это будет у меня тайзер а хорошо если я скажу уже правду поэтому если вы беру тайзер садитесь рядом молод я пока все наблюдаем лежит там не сидите тем танцев что по мне сердце меня барахлит по поводу правды сейчас приложите каждую руку к сердцу и скажите клянусь говорить правду только правду ничего кроме правды и все и новость говорить правды правды да да правда 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 ковальский сядьте между вон между тех подушек который правее меня подушки вот нежно не взять сейчас пока все сядутся пойдет рядом с бердом сесть о боже я что-то переживаю что это сейчас такое будет спрашивать нужно быстро ориентироваться и придумывать рука ты так заваливался вообще это игра для тех у кого нет друзей представляете вы делаете такие типа посиделочки все такое не выходя из дома в этом декоре замыкающим еще один нюанс если если вопрос будет задаваться офицеру шульц я предлагаю что кто бы стрелял из тайзера бернард если она выглядит тайзер небольшое пояснение дополнение не против чтобы не было никаких недопониманий и странных ситуаций блин и вроде нас вызов что наши коленки вы видели его врачи в городе есть все хорошо нету врачей вот именно что никто не принял давайте распределяете есть короче будет сержант и можно будет задавать ему всякие разные вопросы с подвохом господи мистер андрей сюда почему на той картине появились фуражка и что то еще это абстракция я вас понял все все селе но мы ждем сержанта насколько я понимаю совершенно не смешная шутка сэр сэр вы в жюри каком-то комедиантов состоите сядь уже господи вот сюда все все усилить давайте великолеп но наконец-таки можем начинать но как я уже сказал для простоты и всего действия в первом кругу мужчину вскрываю за спиной это некомфортно вопрос и соответственно вы между крачом и винат-вин а вы можете ждать вопрос к любому человеку из этого круга дышит в затылок выиграете нет почему у это бернард я наблюдателем поводу если вы не против то есть вы можете стоять дней за моей спиной это немножко некомфортно спасибо соответственно вы в первом круге может дать любой вопрос любой вопрос любому человеку кто сидит тоже вот здесь вот среди этого полукруга месяца любой абсолютно любой вопрос любого характера вы можете человеку и если он если он выберет тайзер то есть не захочет сказать правду во первых узнать что он не хочет говорить правду и во вторых получить заряд веселого тайзера от меня да я понял конечно с меня начинать чего было крайне неразумно я не знаю половины людей которые здесь находятся даже большую часть банальному сказать же можете спросить имя человека и все сейчас нормально сейчас позже начать игрок забрал грани одноразовая по конечно хорошо до 1 круг потом будет уже более меня рандом хорошо тогда господина цилиндре я между андерсон я с не ошибаюсь и простите я не хотела у меня такой к вам вопрос я просто но это реально что с одной высотой очень станет стороне простите да начале в игре только про можете вышел правду вызвать что он врет ну конечно никто не любит шпроты я искренне выбрать просто стоп стоп попал пора ценим он врет я психотерапевт я занятия никого левый глаз начали шереть отца не смей педа не смей я говорю правду шпроты очень вкусная как дай какой же у них вкус вкус напиши вкус опилок вымоченных масле понятно стреляйте стрелять нет там вкус окне опилок вымоченных масле а вкус масла вымоченный в опилках если вы ели шпроты вы бы знали хорошо собрал извините мистер андерсон но надо говорить правду соответственно мистер андерсон вы следующий хорошо хорошо я следующий да вы можете стоять и показывать пальцем на того человека которого вы выбрали хорошо я выбираю я выбираю прекрасного молодого человека в цилиндре не очень молодого ну ладно спасибо за комплименты я вроде думал что нельзя выбирать одного человека в первом круге дважды ну блин думал что чувак это так воспринимать но нормальная же просьба не стоять не дышать хорошо я задам один единственный вопрос один единственный вопрос сэр да вы коммунисты нет ни в коем случае стреляйте педа стрелять смело и заказать рассмате посмотрите на него прежний фазе сегодня я сегодня я с рванатами и нега вопросов на тему коммунизма я наоборот антикоммунист мензон черчилль фолтонская речь хоть сейчас хорошо роведа педа последний занавес андерсон то за что боролся на тут ты напоролся понимаете если буду расхаживать и говорить я гей посмотрите на меня я пристаю к патчану посмотрите никто не поверил что а если всем качайте симпатичный а если например я буду говорить нет я не гей послушайте да и не геи то всем ясно всем сидящим ясно что я гей все здесь скажет что и гей понимаете выбран обратного действуем стреляйте в геев этого пожалуйста какие правила он мне теперь грустно блин взял сбежал с ума садитесь по кругу первый круг а потом будет рандом я буду пальцем показывать мне наверное лучше молчать вы можете выбрать человека которому сдадите свой вопрос любой вопрос с подвохом без подвоха неважно и он может выбрать либо отвечать на него если только правду мы это узнаем у нас психи психиатр сидит рядом псих или он может выбрать тайзер вместо правды и соответственно я в него стреляют айзером а кто психиатр у нас два психиатра в городе что у нас санглевых а вчера пивола психотерапевт простите это терапевт и суд разный верный сержант я бы хотел извините немножко по работе сержант я бы хотел чтобы вы использовали моего сотрудника в качестве субметомедэксперта для по вашим делам если вам она уже знакома мы уже да да я великолепно давайте продолжим по поводу того коммунист вы или нет это правда все таки вы поклялись вначале и имейте ввиду что это если не правда я увеличу заряд до 1000 и будет неприятно меня готова прогуляться на книге перикла и на книге платона государства отцов демократии что я не коммунист а вы уверены что перикол и платон не были коммунистами уверен перикол отец демократии все ему верят милиси то да милиси то все равно аналоги за точно убедительно со сети андерселл да ничего нет он сказал что у кого калинда вы встали 3 значит вы попали в круг и следующий именно вы говорите даете любому человеку из ну кроме ведущего в первом круге ведущему задавать вопрос нельзя абсолютно кроме кроме этих двух сидячих потому что именно после вас ближайшего к вам спадет защита через одного спадет с джоша то есть нельзя одному человеку там в первых трех разах задавать два вопроса по одному и тому же человеку чтобы было честно и интересно у него должны спазмы мышц по этот слезть если понимаете если вы били током а нет вы знаете меня никогда не били током у вас не будут бить током вы знаете вопрос я бы хотел задать вопрос милиси да я слышу слушаю милиса скажи пожалуйста у тебя были когда-нибудь сексуальные отношения с девушками нет не было понятно интересный вопрос а вы могли кстати грани отвечать дабы была бы такая интрига среди всех нас знаете и получишь очень интересно вот так интрига я пока что побаиваюсь шокера джон вы следующий а я должен задать вопрос кому и любому человеку сидячих на стулех а кстати гляверс вас защита уже не было же можно мне тоже может быть я просто вижу нам и можно после вас падет джоша защита его у вас преждевременный столбник придумайте мне вопрос быстро придумывайте вопрос китаец да весьма умный стрелять его не врет он кореец смысли ты чего извините фатчан джон коп я ему верю если а на данный момент за что фатчан это он собрал извините это джон он коп он ну я доверяю себе у вас игра какая честная в порядке до вас скоро дойдет очередь вы сможете отомстить патчан все-таки тяжелые цели да вы следующий задаете вопрос любому человеку кроме ведущего практически любому что то задать а только что ему задавали вопрос к сожалению нельзя то есть нужно два человека чтобы прошли вы вы можете отомстить задать офицер ковальскому офицер ковальскому вопрос чтобы вот пол у меня просто тебе какому количеству женщин в этом городе приставал хотел чтобы хотел им присунуть скажем так ул я бы не отвечал на такой вопрос ладно пасказа рассказать всем очень интересно действительно ой для него реально есть считает ходе 20 секунд на ответ иначе я бью тайзером прошло уже здесь много просто можно дать ему минут 15 хотя бы 15 секунд 16 4 минут 4 мне кажется он врет мне кажется он врет знаете знаете пол я недавно в этом городе но я уже нас слышно минимум пяти которые вы пристрелали да вы сможете отомстить последний вопрос буду я а потом после этого круга можно будет вопрос и мне задавать тоже а диего у меня вопрос милиция слушаю нет извинись прослушивался попка социал совка мизантроп а я понял то есть у вас возрасте отзыва держать на первом кругу так помнить не на прокопку ты сам знал нет нет это было достаточно убедительно чему вы ненавидит некоторых людей это уже второй вопрос мне кажется это уже второй вопрос я я верю власть и да и это как бы доказывает что они социал фобка но она может быть мизантропом следующий год допустим вы его вопрос от вас сержант извините пожалуйста да я играю сколько девушек в городе всего если не знаю тогда вопрос да конечно у тебя есть отношение с эстасом нету бейте шокер бейт шокер шокер эльза извините но да нет 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 реально нету отношения с с чего меня бейт шокером но если ты говоришь неправду тебя бейт шокером но она говорит правду как бы это правда я и верю только мама мне кажется ладно против проголосовавших за то что вы говорите правду и за больше меньше и получается что вы только вас не бьем сожалению патчан по кругу теперь я наверно задаю вопрос верно верно простите то лица выздать вопрос я задаю вопрос сержанту сержант вы когда-нибудь чистили ружье смотрите вот мое ружье я его беру с новосельем вас понимаете что там там теперь можно поставить еще одну картину повешу ну да прости шульц за эту дверь я тебе куплю новую не надо время потом получишь и все и эльза а патчан патчан сначала патчан он поставить девушки окей хозяйки эльза теперь ваш черед вы задаете вопрос стенку продырявили вот две дырки любому человеку сидячих кроме тех кто последний раз уже спрашивали вопрос через один давайте сделаем если перед вами спрашивали к примеру на лису то я спросить повторно нельзя в этом ходе это я поняла да это понятно спросите про эти самые как там их сардельки ваши крендели что вас там в германии сосиски сосиски охотничьи колбаски да господи бёрд что с вами так вы сегодня я надеюсь на из коней шульц не тормози давай быстрее то я просто задумалась наверно все к патчану и можно я пропущу ход пока что и патчан все-таки это вы говорите окей окей так я хотел спросить у офицера ковальски вы вы меня недолюбливаете я бы выбрал трейзер я по-моему вам офицер давайте тайзер только тайзер вот что ж спасибо никогда не был столько правдой знаете меня стал участки меньше раз знаю чем здесь но эльза дали за все-таки ваша очередь Шульц, давай, не тупи. Да, извините. Бёрд, вам понравилось... Акцер Андерсон, вам понравилась сегодняшняя атака, которым вас случайно избили? Нельзя ему задавать вопрос, Эльза. Почему? А ему только что задавали вопрос. Ему не задавали. Ты путаешь Бёрда? Нет, ему не задавали. А, о, я прошу прощения, Ви, я перепутал. Блин, слушай, ты что-то вообще пиде. Ты что, спокуха, без пена. Я немножко возбуждён, извините. Да, после ТСС... Нет, мне не понравилось. Нет, мне не понравилось. А зачем вы тогда линдерсу психотерапевта? Это второй вопрос. Чтобы смыть себя, это... Нет, вы не должны ничего говорить, это второй вопрос. Хорошо, хорошо, всё, всё, спокойно, спокойно. Не надо стрелять, не надо. Аудитория, вы верите ему? Я верю, кому понравилось. Я верю. Ему понравилось. Хорошо. Я чуть задумался, а в чём... Многие верят вам, вам повезло. А мне нет. Ну уж спасибо. Пол? На полу. Пол на полу. Ха. Задавайте вопрос. Да. Я хотел бы задать вопрос моему новому сотруднику, Джошу. Опа. Скажите, пожалуйста. Кому он вопрос задаёт? Джош. Не знаю. Джош Валентайн. Психотерапевт. Джош Валентайн. Скажите, пожалуйста, вы любите смотреть, как умирает человек? Я не сталкивался с подобным. Я же уже с мёртвым работаю. Созлинию, да или нет? Так, а вот это интересно сейчас. Может кто-то умереть, чтоб я оценил свои чувства? Ну нет. Выпускай, да. Пускай, да. Нет, нет, нет. Вы что, нет. То, да, да, люблю, вообще смотрю, BBC постоянно. Не, я не верю. Я не верю ему, я не верю ему. Я тоже не верю. Я на самом деле тоже не верю. Я не даже стреляйте шоку. То есть вы хотите сказать, что я не люб... Боже, храни. Что ж. Карма. Карма. Так, теперь моя очередь. После этого момента, может быть, вопрос давать им мне. Сержант. Да. Что вы ответили про вопрос на прокурщин на психологии? Шокер. Да вы, давай. Бей меня шокером. Ты что, я знал? Я знал? Ты в порядке? Да. Ненавижу этот вопрос. Хорошо, хорошо. Уи. Я тебя отомщу. Эльза, а вы поменяли свое место? Я просто встала. Она очень любит задавать вопросы. Нет, нет, нет. Просто тогда в таком случае... А, следующий уже рандом, верно. Уже не круг, верно. Делаем так, смотрите, я беру руку. Давайте так, давайте так сделаем. Тот, кто отвечает на вопрос, потом задает вопрос. Справедливо. Кстати, идея неплохая. Да. Давайте сделаем так. Я сейчас закрою глаза. Подожди, я уже задаю вопрос. Нет, после этого... Не, 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 это же новые правила. Новые правила. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос тебе. Я здесь сэрзан. И я задаю здесь вопрос. Но мы не на службе, сэр. Вы... Ну... Мой вопрос... Фатчану. Фатчан. Сэр, я хотел задать вопрос. Так. Не честно. Ты сегодня обосрался, когда я тебя арестовал? Бейте меня Тайзером. Сержант, я бью Тайзером. Я ведущий. Хорошо, хорошо. Я просто думал, что ему после таких двух выстрелов понадобится помощь. Да, я промахнулся сразу. Ага, он промахнулся. Он не такой меткий, как я. Сейчас вы опять получите. Фатчан, вернулся. Так, давайте Фатчан дальше задает вопрос. Так, Фатчан, задавай. Давайте спросим Диего. Ему кто-нибудь нравится с работы? Ну, в плане интима. Бейте Тайзер. Звоню. Тайзер. Ему нравится Тайзер. Что-то сексуально в пользу. Я отвечаю на вопрос. Я отвечаю на правду. Я его не верю. Блин, если бы можно задавать было вопросы, я бы спросил мужского пола или женского пола. Я верю. Он работает. Он работает с Шульц и Евой. Конечно, ему как-то нравится с работы. И со мной. Сержант не сам врет про сотрудников. Это очень отрочно. Подождите. Он уже лует преступников, и могут нравиться и преступники. Преступники тоже часть работы. Может, нравится весь город. Да. Сегодня у нас были Дрочитака, так что, может быть, ему нравится. Больше, чем. Нравится Дрочитако? Нет, я вот это не говорил. Тиего. Никому не нравится Дрочитако. Мне кажется, вам нужен 30-й момент с Бёртом. Это ваш какая-то личная, что обиды, Бёрт, насчет Дрочитако? Дрочитако? Ужас. Нет, просто никому не может нравиться Дрочитако. Это нормально. Хорошо, хорошо. Давайте, следующий вопрос. Я надеюсь, что после Дрочитако не появится Дрочитако, и никто нибудь не попадется. Так что будьте аккуратнее, Бёрт. Мне кажется, просто все станут вегетарианцами и есть бы бессонт. Диего, задавайте вопрос. Да, да, да. У меня вопрос тогда к Бёрту, да? Я же могу задать вопрос? Ви... Бёрт, это вопрос. Ты когда-нибудь ловил мысли связей интимных с мужчиной? Нет. Ловил себя на мысли связи интимные с мужчиной? Нет, нет, нет. С мужчиной или с мужчиной? Нет, нет, нет. С мужчиной. А, с мужчиной? Нет. Нет. То есть, но с мужчиной, не с мужчиной? Нет, не с мужчиной, нет. Нет. Не с мужчиной, но с мужчиной. Нет, нет. мой ответ никакого такие делается в том-то и дело меня это уже достал окончательно сначала это так из потом эти вопросы к чему это все к чему это все нет нет все в порядке мы вам верим мы вам верим ты тут может быть устроили душ найти нет нет ну я я не говорю что заднеприводные плохие но я не говорю что не здесь доказать слушайте послушайте я не врут билард не обижаетесь мне тоже задавали подобный вопрос все в порядке самому близкому вашему другу спрошу у джоша джош доверите мой друг я сегодня познакомились недели его история я понимаю человек не сомневаюсь после дрочи так а никто не может сомневаться только в руке я понимаю нам слава богу мы все выяснили ну конечно не нервничайте bird вы задавайте вопрос теперь любому человеку кроме того кто жду вопрос вам нельзя присаживайтесь пожалуйста я не могу смотреть как вы стоите в своем доме присядьте пожалуйста да нет нет садитесь я я я постою правда манеры манеры называют а я знаю я знаю я знаю я задам вопрос знаете кому педа педа и я радуешь о сексуальной связи с мужчиной а сержант тайзер пожалуйста я просто решил внести интригу это должно было сделать мелиса но решил сделать я вместо нее так будет интереснее и давайте поднимать руки давайте поднимать руки те кто не веришь не верят то есть если вы не верите вы поднимаете руки если большинство то стреляем и это хорошая мысль вот так сколько нас человек 1 2 6 7 8 9 10 11 12 человек то есть по сути достаточно будет 6 6 за за всегда больше чем нет поэтому шейдано будет на 12 рук надо хотя принципе меня можно вообще не считать поэтому 6 достаточно будет 6 больше пяти и сержант да что было вопросе про кувшин я тут правило ставлю ладно вопроса бить тайзером хорошо я хорошо я подумаю у меня есть как вы не дали ему подумать ладно давай 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 педа здоровье другой вопрос педы ты же выбрал меня педы поэтому задавали другого весь хочу давайте все вместе будем стрелять почему вы решили именно сегодня запустить гвардию пола пусти китай потому что сегодня все гвардии потому что фбр решили нас практически работы и поэтому нам еще не оставалось кроме как устроить велопатруль потому что это было весело интересно и ведома предлагали этому чему нет прекращай меня тыкать то хорошо мне просто было интересно но я не знал просто после того что можно задать было это первое у меня пробовал у меня просто калиньи вы калин да я прослушал зачем я приехала в этот город и мне нужно ответить перед всеми вы и правду я приехала в этот город потому что мне стало невозможно быть жить другом городе я переезжаю очень часто где-то раз в год мне надоедает одна и та же обстановка и я еду в новое место последний год я жила в филадельфии несмотря на то что сварили что там всегда солнечно там очень пасмурно и уныло и я переехать в лос-сантос хорошо не доверяешь у тебя не изменяет калинда все в порядке калинда с покухой рассказывал да я знаю калинду спокойно все хорошо я спокойно меня просто волнует что я думала после сегодняшнего как мы стали немного ближе можно без подробностей может быть еще это сама устроить и здесь оргию чтобы все поняли что между вами силы стрелять вообще-то он я не хочу меня спрятать кто за оргию чтение калинда вы задаете вопрос кто за оргию дети оргию начинают какую оргию так и давай без немецких фильмов и так и не как ваши фильмы без орги калинда как разница в сутки не только немецких фильмов сейчас я знаю вопрос верно я просто не в курсе я так понимаю что ты приобрела эту квартиру и насколько я знаю она достаточно дорогая хороший вопрос мне кажется я уже не раз отвечал на этот вопрос да ничего страшного я начала откладывать я начала работать где-то получается с 15 лет и копила эти деньги и когда я приехала сюда у меня был некий капитал который я собственно говоря и потратила на покупку квартиры все просто и и не так как вы думали шульц прости я думал другой ответ будет связано потому что я ты думал что я снималась немецких фильмах и нет знаете что знаете что с меня хватит на шульц поздравить по серым тайзерам пожалуйста мне очень приятно что я с тобой я служил за такое но это тут у меня пора идти домой всем спасибо за вопросы гадима сбросил давайте его подбросил немножко пену же как раз тоже пособирался ехать спасибо большое за за вещь очень было забавно что еще остается можно еще пару вопросов по задавать мне тоже не нравилось его котелка вы просто вы просто под руку попали вы под руку попали простите вы просто под руку надо бокалы на счастье бить они англичан теперь не вижу ничего присядьте может быть присядьте ку куда осторожно осторожно вы можете врезаться давайте я вас придержу стоите доктор сильва у меня и минус 9 поехали на два глаза поехали я вас за читами сможем примите это безборчивость и поможете эльза эльза пойдемте я достанька вас туалет вас вон там эээ сейчас покажи всем арибуар спасибо с новосельем эльза сейчас где ты с новой ломли вы хозяйка я ваш предмет так что спасибо извините бога ради бога ради прости диего что ты делаешь зачем ты стреляешь этого человека господи диего что ты творишь вообще эльза коммунисты поплатишь твоя партия скоро рухнет осторожно вы же без очков осторожнее там ступеньки пожалуйста осторожнее 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 я вас придержу немножко почему все время мне все лезут здесь много ступенек осторожный цветочек как можно нападать на человека которого зрения идите ступеньке осторожнее и еще ступенька стена стенка о нет с той стороны кабинет давайте в другую сторону нет 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 это это а нет это выход действительно да нет все хорошо вы таки нашли выход да нет 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 не в эту дверь в другую нет в другую вот так это лифт вниз пол ты поможешь ему на хорошо эльза не огорчайся все в порядке пол сейчас поможет этому господину к как его зовут в шляпе это в цилиндре джоша джоша я не буду светить тайзером я лизу не подставлю что она мне выдала родили гоника не сильно же эльза я хотела извиниться твой друг он стоял у меня за спиной я попросил его отойти в сторону он кажется обиделся и ушел ой фальчан как кажется он захмелел вот непрямой массаж сердца я думаю что он просто немножко перепела и забыл покушать закусить забыл просто может быть кажется это дефибриллятором верно клевое зачем кто делает дефибриллятор в задницу теперь перестаньте не издевайтесь над фащаном я думаю что это будет пиццу вам надо закусить да я перекусил бы все мы должны если его не полить ну не сейчас уже когда только мне его или задала как-нибудь потом пол сейчас на моей машине я могу милиса не будет обращать на это внимание ну как не будет обращать ей неудобно перед или за потому что это ее друг ей пришлось за ним бежать и его возвращать но она неудобно в первую очередь перед хозяйкой ну я не знаю потому что Эльзе очень нравится очевидно же ну с такой квартирой ни хера себе ух ты что такое походу моя очередь кто нибудь пожалуйста помогите Эльза с праздником я смотрю все в порядке все за тебя пиде ну я так понимаю после тяжелых полицейских будней хочется немножко расслабиться да ну они же не на службе пусть развлекаются это ведь правда не больно да в голову но никто же не целится в голову правда ой ой а что это здесь это кто-то сок разлил там какая-то лужа прекращайте ребята что они творят это фейерверк или сигнальная ракета может не стоит в помещении нормально я бы не хотела чтобы мы Эльзе спалили квартиру Эльза Эльза ты уверена что пиротехника у тебя разрешена нет пиротехника в моем доме не разрешена ээээээ все убрали свои шокерей все, все убрал, убрал в следующий раз будет огнестрельное простите на своем автомобиле кто может меня привезти я к сожалению на велосипеде моем этот автомобиль он у пола я ему одолжил сейчас вы сломали не переживайте мой там автомобиль ничего страшного я считаю что вечеринка удалось было весело и я столько новых людей узнала вы знаете вот так вот честно когда приходишь в полицейский участок вы все в форме очень строгие а так вот оказывается вы все очень славные и приятно вас увидеть в такой обстановке хотите я сейчас на улице покажу вам особый сигнал гвардии велосипедной велопатруля нужно на улице да почему сборнут так я попросила нормально просто отойти за спиной не стоять это естественная просьба это неприятно когда у тебя прям вот за тобой вот так стоят в затылок смотрит мне кажется это было естественно конечно не ожидала такую реакцию мне очень жаль что так ушло простите потому что я в итоге я решила какое-то количество людей довольно интересного контента вам было бы наверное интересно посмотреть его участие тоже там во всем этом а это не мой велосипед у вас милиса нет это мой вы его брали в горах нет я его брала возле гаража автомобилей там где мой автомобиль рядом с ним еще один велосипедный гараж это мой а тут нет номеров на нем чтобы проверить мне нет кажется нет понимаю в общем по поводу сигнала чтобы понимали если что-то проходит неправильно нет ни одного сервантоска мне приходит и пишет о как бы мне приходится оправдываться мне жаль что так вышло и все если от если одна сигнальная ракета значит ситуация не очень хорошая если две сигнальные ракеты то ситуация очень опасная а если приседали ракеты то это код 7 и что это значит вот 7 нападения на полиции может быть под оси ну до 70 но тогда не хватит сигнальных ракет сколько всего сигнальных ракет может быть 20 а вот 7 всего 7 ракет тут недалеко вызов а я не на службе я просто когда тебя будут на тебя нападать машина не успеешь да спасибо всем ракет вы она она велосипеде может делать вот таким вот образом наверное надо подкинуть меня уже домой мы с собой завтра можем и не увидеться я не знаю со временем но спасибо тебе огромное я ты знаешь я больше не грущу я сходила в одно место с сержантом джо он меня сходил в одно место и после этого я тоже была рада прекрасно на таком прекрасном лице должна сиять улыбка надо затюнить и взаимно спасибо большое милиция очень приятно слышать такие комплименты от такой красивой девушки если вы останетесь в этом спасибо понимаю а когда вы уезжаете я не знаю завтра наверное пока завтра уже придет наверное распределение и я уеду в нью-йорк поэтому понимаю но я надеюсь что еще завтра если вы будете в городе этого мы увидимся еще завтра но я тоже на это надеюсь но это очень под сомнением что я буду завтра в городе понимаю любом случае пишите вы всем доброй ночи эльза прости что отвлекаю я хотела бы помочь тебе браться в квартире после всего этого там устроили погром ну смотри я могла бы помочь все давай до завтра ну ладно всего доброго ну мы можем посмотреть что подбросили насколько я знаю там очень приятно ну да может посуду помыть вопрос что там делать да 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 посуды вроде много да там все уже подемножку расходятся мы знакомы а это вы пиде да да я помню помню мы познакомились с вами в магазине одежды у нас еще смешные фамилии сочетаются некое забавное слово да есть такое милиция представляющая у него фамилия пиде да о так вы ну простите но вы как две половинки одного целого может быть это судьба вот вы верите в знаки судьбы я верю две половинки одного целого как был интересно вы einzelого чего-то 1 это может быть что угодно может быть большая дружба но явно что-то большое сейчас я секунду если честно я перестала пользоваться услугами такси после того как несколько раз ко мне такси не приехала и теперь или пешком или или вот на велосипеде стараюсь держать какой-то транспорт в гаражах так по городу или арендовать у меня есть свои автомобили очень красивые кодила красного цвета но сегодня так вышло что что припарковал здесь в автомобиле офицер джо он прострелил мне колеса ой ой в общем этот автомобиль сейчас находится где-то очень далеко слушай так может быть у меня на своей машине может кристиан сможет тебя подвезти вы я я вспомнил что мы строительство стоянки здесь рядом и готов отвезти вас нет нет я с велосипедом я доберусь я хочу помочь немножко прибраться помыть посуду все такое кристиан ты ты уверен что ты уже достаточно протрезвел для того чтобы находиться за рулем да береги пожалуйста календо как зенит золка антонио ну хорошо календо я буду благодарна если ты напишешь мне когда доберешься в целости и сохранности хорошо я думаю что я напишу тебе в любом случае по поводу того массажа я буду ждать да я помню можно и мне тоже написать по поводу массажа особенно того массажа поехать тут кажется что-то разлили видишь лужу нужно если у тебя где-то есть половая тряпка давай вытрем это дело и можно помыть посуду если честно я плохо знаю где у меня что лежит потому что только переехала я просто не успела еще разобраться где и что давай я займусь пока посудой можешь приносить поближе сюда то что грязное есть так лично эльза ты какая-то грустная или мне кажется да не то что грустная просто просто вся эта ситуация я не очень привыкла общаться с людьми а тут столько народу для меня слушай ну это было здорово мне кажется и всех сплотила очень ну особенно для вас вот для коллектива вы же видите друг друга в основном только на работе а тут такая возможность пообщаться и узнать друг друга получше это точно согласно вроде было весело правда я половину вечеринки проторшал на улице но нечего страшного а почему ты ушла на улицу я пошла искать тернар на который ушел как раз а это тот угрюмый который ушел да блин блин слушай я не хотела тебя огорчать если бы я знал я помолчала нет ты ты здесь не виновата ты здесь не виновата все хорошо он видимо тебе очень дорог мы с ним коллеги мы очень хорошо общаемся не знаю даже что сказать его просто сегодня я знаю у него сегодня очень сложный день я знаю это и блин тебе было неловко веселиться зная что у него тяжелое время ну да что это в этом роде тебя очень доброе сердце ну знаешь это все-таки твой праздник и для тебя это было очень важно почему он так жестоко с тобой обходится ну да по тебе видно что ты расстроилась я не хочу сердиться на человека которого я не знаю но мне жаль что что он тебя так огорчил просто все навалилось тяжелые рабочие будни и слишком много народу с которым я не умею общаться еще почему не все было здорово ты отличная хозяйка не знаю как мне кажется вечеринка вышла ужасной да ладно почему весело было и кстати вот ваш как его кристиан француз он забавную игру придумал с тайзером да это было весело у вас когда выдается перерыв на работе вы тоже в нее играете нет когда нас удается перерыв на работе мы стараемся покушать быстро слушай а полицейские правда питаются только пончиками нет это неправда мы еще пиццу кушаем да да ты все время смотришь на телефон переживаешь да хочешь развеяться поехать покататься или ты устала и хочешь отдыхать понимаю да если честно зато мы можем с тобой покататься завтра я знаю такое отличное местечко я тебе в обязательно покажу хорошо не грусти на идее на самом деле покататься на горном велосипеде в горах так ну это может быть довольно опасно но я не ищу никогда легких путей с тобой я готова рискнуть да давай спишемся я не неловко тебе писать когда ты на работе мне не хочется отвлекать там ладно я всегда найду время ответить хорошо хорошо значит спишемся я пойду я тебя провожу ты значит любишь велосипеды да я не могу сказать что меня прям хорошо получается но я стараюсь научиться с ними управляться ну что ж я надеюсь твоим другом все сложится хорошо не печалься да я тоже надеюсь что все будет хорошо я не буду печалься давай пока хорошего тебе ночи и тебе тоже ух уж эти женские штучки какие женские штучки не было никаких штучек а собственно ну тюнингом я вряд ли буду сейчас заниматься можно конечно поехать и проверить там ли все-таки там ли все-таки это стройка ну день ночь здесь конечно же постоянно путают да да ну не придирайтесь к этому не придирайтесь милиса расстроенная ушла ну конечно конечно вы как думаете надо было про друга наверное не спрашивать но очевидно что эль заволнуется из-за этого и как бы ее лучше сейчас оставить ну тем более она явно постоянно смотрит на телефон и наверное переписывается и я думаю не сейчас другие планы а где твоя машина моя машина в гараже в принципе я не знаю о календо пишет доехала все в порядке спасибо что не забыла у меня тайзер есть мне бы теперь бы попробовать управляться с тайзером вообще это так прикольно ну я как бы один раз выстрелила меня эльза научила как это делать но блин я хочу еще попробовать это же довольно безобидно правда да это довольно безобидно вот так вот вот так вот вот так вот Мелисса в поисках жертвы. Я хотела бы на ком-то опробовать. Я могу попатрулировать улицы. Народ, сейчас на минутку отойду. Хорошо? Не разбегайтесь. Я попытаюсь найти злодея. Попытаюсь найти злодея. И на нем это дело опробовать. Да. Мне кажется, это мысль. Сейчас верну. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, я тут. Я тут. А вы? А вы, господа, вы здесь сейчас? Вроде не разбежались. Ну и хорошо. Что там? Ты уверен, что он у тебя есть? Мы сейчас проверим. Мы сейчас это дело проверим. Проверим. А... Нету. Реально нету. Ну вот. У меня даже тайзера нет. Ну я сейчас не буду, конечно, ей писать и беспокоить. Ну что же я за неудачница? Что же я за неудачница? Даже без тайзера осталось. Ой, все. Теперь только топиться. Нет, а где грустная музыка? Мне нужна грустная музыка. Сейчас что-нибудь найду в телефоне у себя. Может, не супер грустная, но немножко печальная. У вас его изъяли, когда стенки обыскивали, походу, да? У тебя есть пушка зато. Так нет, ну. Я же не буду пушкой обстреливать людей. Можно даже чуть громче, мне кажется. Флакс, кыш отсюда, кыш, кыш, кыш. Кыш отсюда. А на соседнюю можно как-то заехать? Да, вот она, вот-вот-вот она. Тут можно еще выше подняться. Да, это же это местечко. Или нельзя, или здесь закрыто. Просто так не подняться. Понравилась мне так эта полицейская тусовка за ними. Очень прикольно было наблюдать. Там было неплохо так. Неужели нельзя подняться еще выше? Прям так все безопасненько здесь ограждено, это хорошо. Но я не вижу, как подняться выше. Может, это действительно не та стройка? Нет, я не спрыгиваю с крыши, ребята. И, кстати, когда у нас был финальный момент спойли, почему-то тоже многие решили, что она пошла на крышу прыгать. Нет, я своих персонажей таким образом не убиваю и не собираюсь. То есть, ну, как бы для того, чтобы персонаж совершил суицид, я вообще не знаю, что такое должно произойти. Мне такой подход очень нравится, и я так делать не хочу. Вот. И у Поли, вспомните, у нее все было, ну, совсем охрененно плохо. И вроде даже неудивительно было бы, если бы она решилась на суицид, но нет. Нет, даже в таком случае я персонажа не убиваю. Так что успокойтесь. Вы можете не переживать за их судьбу. Тут невысоко. Ну да. Ой, застряла. А, нет, проехала. Ух, какая худенькая. Худенькая Мелисса. Тут невысоко и не умрешь. Ой, это было близко. Это было близко. Кстати, я вам забыла вернуть пульс, простите. Вернула, вернула. Ну, паника голосов была реально. Ну, то да, почему-то все испугались, что я именно так и сделаю. Но как бы нет, конечно. Нет. Я так не поступаю ни со своими персонажами, ни со зрителями. Зачем? Ни с собой тоже. Это очень уж грустно. И немножечко нечестно. Ну, мы заставляем людей так сильно расстраиваться. Это неправильно. Сначала привязываем их к персонажу. Потом такое вот делаем. Ну, в общем, вы знаете мое мнение. Это как убить собачку в кино, чтобы выдавить слезу. Зачем? О, я могу даже... Я могу целиться с пистолеток. Воу-воу-воу. Так, только нужно рядом чуть-чуть перед собой... Ничего себе. Блин. Ой-ой. Я поехала отсюда. Я поехала. Я просто думала, что... Ну, что все нормально, что я постреляю, как в тире. А как теперь отсюда уехать? Типа меня здесь и не было. Где спуск? Так. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько сейчас. Я что-то, я, кажется, слышу. Ой-ой. Ой. Все нормально. Надо велик забрать. Я же не могу отсюда убегать и велик оставить. Блин. Ёлки-палки, ну что такое? Упс. О, нет, нет. Только не это, только не это. Пожалуйста. Ну, что-то пошло не так. Помогите, пожалуйста. Я, кажется, ногу подвернула. Никакого суицида, говорила она. Лиса не глупая. О, боже, ужасно. Ну, так я еще хотя бы в сознании. Доктор, доктор. Ну, здравствуй, паркурщики. Помогите, пожалуйста. Я, кажется, ногу подвернула. Ну, я не совсем доктора. Ну, на ноги поставить, думаю, смогу. Я надеюсь, не маньяк. Спасибо вам большое. Сколько я вам должна за вызов? Нисколько. Ну, к врачу вам обратиться надо. Давайте я вам хоть метку дам. Вы меня выручили, я упала. Я думала, что, в общем, все под контролем. Возьмите мед. Я занимаюсь пасекой за городом. Спасибо вам большое. Так, вроде велосипед не помяла. Да, целенький. Ну, вот и хорошо. Вот и спасибо мужику. Выручил. Выручил. Не глупая, а странная. Очень странная. Да, Мелисса странная. Конечно. А как вы думаете, человек, который занимается астрологией и прочей билибердой? Ну, конечно, он со странностями. Кстати, я... Здесь можно купить снасти для рыбалки, что ли? Или что? Странно, нет. Вроде бы нельзя. Что я хотела? Я так и не закончила, то ради чего. Я хотела разогнаться и проехаться несколько раз по каналу. Это реально здорово. На самом деле, она просто испугалась и растерялась. Ну, я думала, ну, выстрелю разочек, типа, ничего не будет, если это выстрели в колонну. Хочется быть меткой, научиться стрелять, да. Несмотря на то, что патроны довольно дорогие. А насчет застрявшего велик, ну, случается. Там довольно опасное место, но в этом и вся прелесть. Такой адреналинчик. Вот, я хочу поездить по канаве немножечко, совсем чуть-чуть. А потом хочу заехать к своим друзьям под мост. Так, спуск должен быть где-то, где-то здесь. И здесь нет спуска. Наверное, лучше не рисковать. Я знаю, где совершенно точно можно спуститься безопасно. И это дальше. Еще и на красный приезжает. Да, Мелисса пренебрегает правилами, это совершенно точно. Даже не знаю, что бы нам такое подходящее. Вот. Пусть это будет. Ты не берешь машину, потому что правила надо соблюдать? Нет, потому что мне нравится велосипед, и мне хочется научиться с ним обращаться. Единственное, что на этом трюки нельзя делать. На велосипеде больше возможности рассмотреть город. На машине ты как-то просто несешься, несешься и все. Там тяжело реально поддерживать вот эту разрешенную скорость. А на велосипеде есть возможность посмотреть по сторонам. Мне безумно нравится город. Правда, мне очень нравится, как он выглядит. Поли этот город уже не очень любит, потому что у нее с ним связано множество негативных эмоций. То есть она испытывает очень противоречивые чувства. А Мелисса, она практически влюблена в этот город. На велосипеде есть все, что чуть не умерла, но кто же виноват, что я на такую высоту залезла на велосипеде. Но там действительно прикольно. Только нужно такой велик взять, на котором еще и трюки можно делать. Я хочу от начала в этом канала проехать сюда. Почему бы нет? Так, ну я не знаю, откуда он начало берет, видимо. Вот тут. Да, да. Из такой вот маленькой лужицы. А что это такое? Ого-гошечки. Так. Тут прям, наверное, даже музыка эта не подходит. Тут нужно что-то другое совсем. Ни фига себе. Вот это я местечко нашла. Надо таблеточек принять, чтобы хорошо себя чувствовать. Ни фига себе здесь место. И куда я выйду? У мамочки, кажется, этот день закончится не так. Крыски. Ну, я крыс не боюсь. Пусть, главное, не задавить их. Здрасте, сэр. А вы не подскажете, что это за место? Сэр, не бойтесь, я просто забрела сюда. Я надеюсь, я могу здесь находиться? Сэр, вы почему убегаете? Подождите, подождите. Вы можете сказать мне, что это за место? Это городская канализация или нет? Что? Вы чего-то боитесь? Ну, я остаюсь. Мухи летают. Куда-то же я должна приехать. Это выходы? Это шаги? Я слышу какой-то стук. Странная площадка. Непонятно для чего она нужна. А что же это за звук? Я слышу как что-то стучит. Вы слышите? Кажется, поднимается выше. Должен быть выход. Лестница и выход наверх. Но она кажется поломанная. Я не смогу залезть. А откуда свет? Может там фонарь его просто не видно. Там тупик, интересно, или что? Ладно, непонятно ничего. Хорошо. Поеду дальше. Покаталась по каналу. Эй, велосипед. Не застревай. Ты мне очень нужен. Развилочка. 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 Или по просторному, который идет вверх. или по узкому, от которого какие-то появляются ощущения клаустрофобные. А что это за рельсы? Я надеюсь, здесь не идет метро? А это может быть ветка метро. Так, ну я услышу, если будет приближаться поезд. Я думаю, да. Какие-то фонари. Это какое-то подсобное помещение, но оно заперто. Генератор работает. Но это не тот стук, что я слышала. Я, кажется, где-то слышу звук поезда. Но не могу понять с какой стороны. Так, в итоге я оказалась в метро. Но меня огорчает тот факт, что в метро можно зайти настолько просто. Просто пройдя по канаве можно добраться в метро и... Не знаю, заложить здесь бомбу в конце концов. Так, ладно. Там все плохо с Шульцом. О нет, там Шульц грустит. Вот он паразит. Почему он ей нервы трепет? Так хочется ему врезать, честно. Так хочется врезать за Шульц. Я думаю, что я не буду себя сдерживать. Я надеюсь, я не заблудилась. Так, это тупик. Я же должна рано или поздно выехать на поверхность. О, а тут сухо. Сухо и комфортно. Мелисса, как и воля, носит черное. Нет, Мелисса носит не только черное. Сегодня она в черном. А так она и в бежевом, и в светленьком ходит. Так что нет. Мелисса абсолютно не комплексует из-за веса своего. То есть она такая пушечка, но она считает, что это привлекательно и довольна собой. Так, это еще одна ветка метро и даже есть лестница. Возможно, это, кстати, выход на поверхность. Я вроде бы слышу шум поезда, но ни разу его не видела. А он ведь наверняка есть. И в Москве есть открытые секции. Вроде легко попасть в тоннель. А, ну ладно, значит, может это правильно. Я, наверное, плохо разбираюсь в том, как должно быть устроено метро. Просто очень легко саботировать что-то. Так. О, у нас есть две трубы. Пойдем влевую. Налево пойдешь, коня потеряешь. Пригода спустя, а мы еще в тоннеле? Да нет же. Я не думаю. Но он крутой. Кстати, в итоге нужно было вправо заворачивать. Я не знаю, как вам, а мне нравится. И я хочу по нему дальше ехать. Прекрасно. Где это я? Где-то я уже видела это место. Где же я могла его видеть? Я ведь здесь раньше никогда не бывала. Но у меня такое чувство, что я точно уже видела это место. или очень похоже. А если здесь пострелять? Если здесь пострелять, то, наверное, даже полиция не найдет. Никто не станет уходить под землю. И никто, возможно, даже не поймет, что это под землей. Так. Понятно. Тут можно страйкбольные воины с копами устроить. Так. Я надеюсь, что я смогу аккуратненько сейчас залезть обратно по лестнице. И не убиться! Не убиться! Не убиться, милиция! Не убиться! Пожалуйста! Пожалуйста! Тут не только полиция не станет искать, но и добрый медик на этот раз тоже не приедет. И не будет лезть куда-то в канализацию или в метро к крысам. Так что... Откуда я приехала? Стоп! Откуда? Я из той трубы. Так что, да, мне теперь вот сюда. Мне это напоминает шахты. В какой же игре? Во-первых, в Fallout 4 есть миссия в карьере. Очень напоминает мне это. И что-то еще. Ты можешь сделать тут свое убежище. Тут офигенно! А-а-а! Вот и белый свет! Вот и белый свет! Вот я и... Вот я и на поверхности. И что? Как я далеко нахожусь? А мне казалось, что он такой длиннющий. А на самом деле вот я отсюда начала, от края канала. И вот, собственно, вот это все проехало. У меня ощущение, что кто-то потерялся. Ну, белый свет. Ну, как белый свет? Ну, не буквально, конечно. Не буквально. Я буду долго гнать велосипед. Где-то там его остановлю. Нужно будет попросить у Эльзы еще один тайзер. Реально попрошу. Ну, как-то это надо так сделать, чтобы, ну, не прийти на работу там и не говорить об этом, а как-то нужно будет смс-ку ей отправить. Но не сегодня. Конечно же, не сегодня. Не сегодня. Многоэтажный гараж, это на самом деле неплохо. Там бы тоже было интересно поездить. Хотя, ну, наверное, там все этажи очень похожи друг на дружку, однотипные. Я думаю, что я могу ехать по встречке, если вот так вот буду держаться. И все, дальше не гоним велосипед. Ну, потому что тогда я забыла текст. Дальше велосипед уже не гоним. О, куда-то я заехала. Неужели я приехала к бомжикам? Нет еще? Нет. А где, кстати, они живут? Да где-то они тут и должны жить. Типа, где-то здесь, может быть, вот так. Где-то тут под мостом, или вот, может быть, чуть-чуть дальше. Да, где-то здесь. Кстати, в итоге опять я недалеко нахожусь от этой стройки. Ха-ха-ха, где чуть не померла. С каких пор мы по встречке едем? Ну, да, я поехала чуть-чуть по встречке. Ну, что поделаешь. Оп. Так. Я еще не обшарила все подворотни этого города. Но собираюсь. Кстати, тут какая-то крыша. Нужно проверить. Я буду долго гнать велосипед, В глухих степях его остановлю. Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю. Точно, точно. Так и было. И прям такая милая песенка, если честно. Я и забыла, что там про цветы и про девушку, которую люблю. Круто. Лос-Сантос, метеор. Ну, я в очередной раз Наслаждаюсь видом. Здесь с каждой крыши в этом городе открывается чудесный вид. Этим он и прекрасен. Этим он меня уже покорил. Я, кажется, стерла опять ладошки. Но мне все равно нравится так делать. Так. Чуть не могу вспомнить, где мои друзья живут. Так. Криминальный райончик. Но у меня есть пистолет. И лицензия. Был бы тазер, я вообще бы тут ничего не боялась. Блин. Ну как? Что, кто у меня его забрал? Неужели у меня его забрали во время обыска? У меня такое чувство, что да. Очень обидно. Уже ни один медик не соберет. Я стараюсь не нарываться. Я очень осторожненько сейчас. Ни с кем не ссорюсь. Ой. Ой-ой-ой. Ты застряла. Несчастье. Здесь авиационная школа. Ну, туда нужно записаться. И обучение очень дорогое. Вот. Не знаю. Это было бы круто. Это нужно записаться в UGB. Можно получить лицензию пилота. Конечно, это шикарно. А, так вот тут мои друзья тусуются. Вот их палаточный городочек. Вот я и приехала к ним. Привет, чуваки. Привет, чуваки. Я вас еле нашла. Еле нашла. Еле нашла. Че? Как дела? Ну, крыска, вы ее только не трогайте. Пожалуйста, ее кушать не нужно. Эй, не лежи на земле. У тебя же диван есть. Вставай. Не лежи на земле. Дуря твоя башка. Привет, Чак. Привет, Чак. Как дела? Ты что-то грустный сегодня. Ты не против? Я тут присяду. Ну что, как твои дела сегодня? Как ты неудобно села. Да, ну прости. Я сейчас присяду аккуратнее. Я твой мешок не трогаю. Успокойся. Чак, ты какой-то агрессивный сегодня. Правда. Тебе нужно расслабиться. Хочешь гороскопчика? Ты же овен у нас. Так, ну ты знаешь, я сегодня встретила еще одного овна. Я могу теперь вам обоим клепать гороскопы. Вот. Сейчас сгорит? Ну уж нет. Слушай, Чак, ну с твоими делишками надо повременить. Сейчас, сейчас не то время. Слушай, я бы тебе сейчас облака показала. Ну вон, ну не видно их, в общем, тут под мостом. Но можешь мне поверить. Я, вот это я по облакам увидела. У них контур очень рваный, поэтому... Тебе, Чак, нужно повременить со своими делишками. Ничего хорошего не выгорит, и ты в минус уйдешь, да? Лучше чем-то другим сейчас пока займешься. Ну, серьезно, недельку подожди. Я могу тебе присмотреть работку какую-нибудь. Ну, не пыльную, может, конечно, много ты там не заработаешь, но... Ты повременит. И если не хочешь закончить в тюрьме, лучше прислушайся ко мне, я это знаю. Ну, слушай, я тебе уже не раз помогала, правда? Так что... Так что, давай, Чак. Серьезно, я тебя свожу в одно местечко, покажу. Все, давай. Не грусти, ладно, но на тебе лица нет. Ну, что ж ты. Чак, все нормально будет. Все нормально. Скажем, если буду на тебе ковшин носить, да ну тебя, ты что? Да вы что? К ней хорошо относятся все. Чуваки, там Чак грустит, ну, может, вы его как поддержите? Поддержите. Я ему предлагаю работку. Ну, не очень денежную, но все же это будет побезопаснее. У него сейчас не лучшая полоса. Ну, вот что вы в пол смотрите? Это вы его, да? Это вы его подначали на эти дела, да? Ну, вот что вы отворачиваетесь? Серьезно? Это из-за вас, у него проблемы. У вас совесть есть. Чуваки, у меня сегодня был тайзер, если бы, если бы у меня его не забрали, я бы вам показала. Я бы вам за Чака показала. Стыдно, да? Стыдно. Значит так, я приеду сюда завтра. И если... И если я вижу, что он опять в этих делах, вам не задобровать. Завтра я приеду с тайзером. Будьте готовы к этому. Где мой велик? Где я велик бросила? А, вот он. Я думала, уже умыкнули. Чак, не слушай этих своих, ладно? Они тебя не доведут до добра, не слушай их. О, а что это у нас? А, тут просто закрытая дверка. Блин, я как будто кучу мусора заехала. Ой. Да ладно, да... Спотыкнулась, просто спотыкнулась и упала. Ну как так? Как так? Этого не может быть. Нет, нет. Нет, ну... Упасть с 50 сантиметров и свернуть себе шею или как? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Как? Тут даже невысоко было. Такого не может быть, не может. Это просто за гранью. Я думала, я думала, что Полли такая невезучая и вечно попадает в какие-то нелепые истории, но нет. Нет. Вот так это надо было постараться. Это надо было еще постараться. Еще в таком месте прощения. Да не, не, не. Мелисса у них на хорошем счету. Мне фонариком светит. Здравствуйте. Это вы... Может меня кто-нибудь другой полечит? Я могу. Хорошо. У вас есть выбор. Если хорошо... Хорошо. Я упала с велосипеда. Опять. Что значит опять? Снова? Снова упала с велосипеда, да. Может, все же к доктору? Я думаю, что все доктора уже отдыхают. Спасибо вам большое. Да не, за что. Велосипед мой цел. Так, остановиться. Так, до полной остановки. И только потом смотреть. Аленушка, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. На ровном месте. Так я не знаю, ну... Реально просто... Просто упала с велосипеда. Даже не с большой высоты. Ну, если честно, даже не знаю. По-моему, я сейчас, если... Если продолжу свое маленькое путешествие... Это закончится очень плохо. Может, заехать к Фачану в бар, да там остаться ночевать. Серьезно, потому что... Ну, если мне третий раз придется спасать сейчас, если я опять с велосипеда упаду, это, наверное, будет уже перебор. Это будет перебор. Так, нужно заблокировать. Тебя расисткой называют? Ого, ну уж нет, ну уж нет. Тут дело в другом. Тут дело в другом. За что ты Эстаса послала? За то, что он мудак! Он мудак! Он как обходится с Эльзой? Она позвала человека к себе на новоселье, собрала кучу народа, у нее практически нет друзей. Она пытается каким-то образом наладить контакты с людьми. Он, блин, свои вот эти вот штучки начинает, убегает куда-то, обижается, уходит. На ней лица нет, она расстроенная. Она убегает за ним, тусуется полвечера где-то на улице, вместо того, чтобы быть с гостями. Она переживает из-за того, как все прошло. Она чувствует себя плохой хозяйкой. После всего этого вечера она дико расстроенная. И все из-за чего? Из-за того, что он мудак. Вот поэтому Мелисса его отправляет. Мелисса вмешивается в чужие отношения. Нет, ей просто очень нравится Эльза, и ей очень жаль, что он берет на ровном месте, ее расстраивает. А еще перед этим, перед этим он взял и побил Фачана на глазах у Мелиссы. До этого он ей нагрубил. Да, он ей помог в больнице, но до того он ей реально хамил, а потом избил Фачана, а потом обидел Эльзу. В каком свете он предстает перед Мелиссой? Чего вы хотите, господа? Ну, собственно, все. Собственно, все. Я думаю, что на сегодня достаточно. Огромное-огромное всем спасибо, что пришли. Мы будем обязательно еще это дело продолжать, но на эту неделю у меня есть еще и другие мысли. Хочется постримить все-таки дополнение к Little Nightmares, и нам еще нужно устроить хоррор-стрим. Сегодня, в принципе, пульсометр работал нормально, все было в порядке, поэтому я думаю, что мы отлично точно так же все это дело проведем, он не будет отваливаться. И, как бы, собственно, все, ждите анонсики. Кому интересен этот VR-хоррор-стрим, я надеюсь, что тоже там все у нас в порядке будет работать. Это будет очень страшно, потому что будет еще полного погружения для меня, по крайней мере. В общем, приходите, друзья. Я надеюсь, что вам сегодня понравилось. У нас, как обычно, были вот такого рода качели. Сначала все очень растянуто, потом, наоборот, какие-то события-события, потом опять очень растянуто. Но я даже вот от такого ритма получаю большое удовольствие. Желаю всем приятных сновидений. Отдыхайте, берегите друг дружку, берегите себя и правильно расставляйте приоритеты. Все, всем спокойной ночи. Все, всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok